Здравствуйте, друзья! Не так давно на канале Форнаксфилл вышел ролик, в котором мы делились мнением наших покупателей о том, почему они выбрали электрокаменку. А вот сегодня мы с вами узнаем, как выбрать электрокаменку. Подбор электрокаменки для сауны или бани чем-то похож на выбор дровяной банной печи. Все также зависит от предполагаемого объема парного помещения. Электрокаменку также нужно выбирать с небольшим запасом по мощности. И одна из причин – это стеклянная дверь. Чаще всего для входа в парной устанавливают стеклянную дверь, которая также принимает на себя очень много тепла. Поэтому к предполагаемому объему парной нужно будет добавлять около полутора кубов. То же самое касается и напольного покрытия. Если пол вашей сауны выложен из керамогранита или керамической плитки, и при этом он не утеплен, нужно будет добавлять на один квадратный метр такого пола один куб к мощности электрокаменки. Естественно, от объема парной зависит и мощность электрокаменки. А от этого зависит, к какой электросети ее можно подключить. Два варианта – либо на 220, либо на 380 вольт. Чаще всего электрокаменки мощностью более 9 кВт рассчитаны на подключение к сети 380 вольт. Если у вас нет возможности подключиться к трем фазам 380 вольт, то нужно несколько уезжать объем парильного помещения. Условно все электрокаменки можно поделить на два типа – напольные и настенные. Опять же, чаще всего настенные мощностью не более 9 кВт. Их размещают в самых небольших саунах, например, в квартире. Напольные электрокаменки мощнее, в них входит больше камней, соответственно, они потребляют больше электроэнергии, но и дольше держат тепло. На камни таких электрокаменок можно подавать воду чаще, и при этом не бояться того, что электрокаменка не оправдает ваших ожиданий. Из всего этого можно сделать простой вывод. Не стоит делать домашнюю парную размером больше, чем 2х2х2, то есть 8 кубов. При этом чаще всего мощности электрокаменки в 7 кВт достаточно для того, чтобы она отопила эту парную. А с такой мощностью справится и обычная бытовая сеть в 220 вольт. Очень важный момент – управление электрокаменкой. Бывают два типа пультов – выносные и встроенные. Встроенный в электрокаменку пульт решает большинство задач. Можно управлять и таймером включения, а также управлять нагревом. Для более тонкого управления электрокаменкой существуют выносные пульты. У них больше возможности работы с временными интервалами работы электрокаменки, а также точнее настраивается температура в парной. И, кстати, с помощью выносных пультов можно температуру в парной сделать повыше, что не всегда удается сделать с помощью встроенных пультов. Ну, в общем, как вы поняли, мы за то, чтобы электрокаменки были оборудованы выносным пультом. Это не только удобно, но и дает больше возможностей для управления. Очень важный момент. Для электрокаменки мы рекомендуем покупать только колотый камень. Это, кстати, указывают в паспорта к своим изделиям некоторые производители. Почему колотый камень, в отличие от галтованного, лучше задерживает воду? И вода, попадая на него, не скатывается, а испаряется. Выбрать электрокаменку вы можете из любой точки России на сайте farnax.ru либо в Новосибирске, придя в один из розничных магазинов сети Farnax. Уверен, что даже самая маленькая электрокаменка может подарить вам незабываемые эмоции от посещения сауны или бани. Поэтому желаю вам легкого пара и до новых встреч. Счастливо!